друзья всем привет спасибо что вы сегодня заглянули на мой канал и и в этом видео мы поговорим про очищающие маски а я покажу вам свою небольшую коллекцию мини корея коллекция корейских очищающих масок так случилось что их у меня накопилось очень много целый поднос я на самом деле обычно не коллекционировала не плодила вот эти очищающие маски своем уходе потому что у меня была одна она меня устраивала в принципе я не считала нужным какие-то дополнительные еще пробовать очищающие маски сейчас получилось так что у меня одновременно в уходе их очень много могу сказать что среди них есть однозначно мои фавориты есть те которые я пока еще в тестировал в процессе пробы скажем так не могу однозначно сказать нравится они мне или нет но в любом случае давайте начнем с масок которые в своем составе содержат некие абразивные частички я на самом деле человек с чувствительной кожей и я не сторонник подобных продуктов и честно говоря эти две маски которые содержатся в составе микро такие пилинг частички они ко мне попали просто потому что я захотела попробовать довольно популярные продукты и так как я все-таки блогер я стараюсь разного рода разного плана средства тестировать здесь первое средство ко мне попало потому что все спрашивали как тебе эта маска маша как тебе эта маска и я решил что но нам не однозначно нужна для какого-то ну наверное более объективного не знаю мнение маска от компании skin food это bitter green clay soothing mask я очень извиняюсь у нас летают самолеты просто сезон в самом разгаре поэтому надеюсь они вам не мешают слушать в общем это вот такая вот очищающая маска с травами здесь большое количество всяких натуральных ингредиентов честно говоря маска довольно бюджетная и в принципе я не пожалела ни разу что я ее попробовала большой объем демократичная цена на этот продукт она очень приятно пахнет пахнет она какими-то натуральными травами здесь есть эфирные масла и в принципе она довольно классично выглядит то есть вот такая вот масса зеленая глиняная в составе у нее есть очень мелкие но очень острые скрабирующие частички когда ты начинаешь ее наносить на лицо к слову я все очищающие маски наношу при помощи вот такого вот шпателя наверное его можно назвать это шпатель от компании альфром он продается дополнительно и я его купила однозначно рада на сто процентов покупки потому что с ним расход у масок становится минимальным и он действительно очень удобно распределяет продукт по коже у него видите такая форма которая и к носу очень хорошо подходит и здесь ты можешь везде достать ну то есть он действительно очень равномерно средства распределяют когда ты его распределяешь ее вот этим шпателем в принципе нет какого-то дискомфорта потому что видимо он силиконовый и очень мягко касается вашей кожи но когда ты начинаешь ее смывать а к слову смывать ее нужно через 10-15 минут после нанесения есть ощущение что все-таки ты слегка травмируешь кожу и например у меня вот здесь вот была мелкая царапина меня там ребенок как-то задел случайно и когда маска попадает туда она начинает очень сильно щипать кожу то есть в принципе я могу сказать что эта версия не для чувствительной кожи по истечении времени я могу однозначно подвести такую черту вещь подойдет кому кому нужно очистить кожу при этом хочется чтобы был еще какой-то легкий пилинг эффект если вы любите средства два в одном если ваша кожа требует улучшения цвета здесь кстати есть действительно неплохой такой детокс эффект то есть цвет лица ваша правда улучшается если у вас есть воспаление на коже если у вас есть открытые раны прыщи какие-то да многочисленные не наносите эту маску потому что мне кажется что ситуации вы можете усугубить то есть она не самая деликатная однозначно она в принципе подойдет для тех у кого нет каких-то явных проблем с лицом то есть у кого нет да в прыщей открытых воспалений у кого нет повышенной чувствительности если у вас просто нормальная кожа вы ищите какую-то маску которая вам будет иногда подчищать поры причем если у вас они не сильно забиты потому что она не вычистит все вот прям на сто процентов она знаете такая на четверочку такой хорошист который я для себя конкретно не повторю но не могу категорично назвать ее очень плохой то есть она однозначно найдет своего покупателя потому что достоинств у нее много о которых я ранее сказала и в принципе могу сказать что маска имеет однозначно место быть но от своей со своей стороны я ставлю ей четверку второе средство которое также относится к категории маска скраб то есть что то что еще и полирует вашу кожу это моя новинка это средство которое совсем недавно появилась в моей коллекции компания амфром горячо мной любимая думаю что многие из вас знают об этом рисовая маска она совершенно недавно вышла на рынок и мне очень хотелось ее попробовать если честно я даже не знала что это за маска то есть я такой человек что я не всегда читаю какие-то превью там не знаю отзывы тем более на продукт мне нравится продукт по каким-то определенным критериям здесь мне понравилось что маска содержит рис в составе я очень люблю этот ингредиент мне кажется что он действительно очень хорошо влияет на нашу кожу я решил что мне надо мне надо однозначно купить эту маску и попробовать ее когда я ее получила я увидела что в составе этой маски есть мелкие опять-таки такие шлифующие частички это похоже нечто на овсяную кашу вот так вот они выглядят это мусс такая муссовая текстура которая содержит себе мелкие какие-то измельченные хлопья как я уже сказала похоже на овес на самом деле она очень приятно пахнет текстура у нее действительно очень кремовая когда я ее достаю опять-таки вот этой лопаточкой она очень легко распределяется то есть нет ощущения что ты трудом ее растягиваешь она довольно эластичная в составе у маски действительно просто потрясающее количество ингредиентов если вы зайдете на сайт костной проверить тем состав то там просто вот такого длиннющий список на а4 мне кажется очень много экстрактов в составе гиалуроновая кислота есть масла в составе и вот по ощущениям текстурно вы чувствуете что масло присутствует потому что есть ощущение ее кстати не надо выдерживать на коже вы просто нанесли немножко вот так вот по скрабировали очень легко и смыли ее то есть есть ощущение при нанесении что что-то масляное ты все-таки распределяешь то есть кожа получает некое такое питание увлажнение если хотите то есть от нее есть ощущение комфорта скрабирует ли она травмирует ли она кожу ну однозначно да потому что все-таки это некие такие вот шлифующие части до чего-то присутствует я могу сказать что если сравнивать например вот эти две маски то здесь то ли защиту состава в составе масел до присутствия то ли из-за того что здесь все-таки сами вот эти частицы более острые а здесь более круглые концы мне кажется она более деликатная но опять-таки снимая ее если у меня покраснение да они есть кожа выглядит очень напитанной после нее то есть ощущение есть что ты какой-то уже уход на нее сверху она дает действительно очень красивое сияние кожи но опять если у вас действительно сверхчувствительная кожа сейчас у меня очень активное покраснение после этой маски были вот в зоне подбородка около носа то есть если все-таки есть у вас подобная проблема то я очень советую наносить ее тогда на периферию потому что например лоб она шлифует просто идеально то есть вы ее нанесли смыли и у вас такое просто glow сияние очень эффектно я могу сказать то есть работает ли маска работает деликатная ли она не самое но есть еще менее деликатный поэтому я наверное поставлю ей четверку с плюсом по очищающим свойствам она абсолютно прекрасно то есть она помимо того что дает вам вот это скрабирование она еще и подчищает поры не могу сказать что прям вот вау вы с черными точками пришли и без них ушли такого не будет но внешне лицо становится более чистым более каким-то свежим это однозначно присутствует поэтому да 4 с плюсом далее по следующей категории масок пройдемся это такие маски detox я их называю в принципе предыдущие две их тоже можно неким образом отнести вот к этой категории но здесь этот detox эффект именно заявлен обозначен производителем а первая в этой категории маска от компании или же хэм она приехал ко мне на обзор спасибо большое моим друзьям из компании или же хэм маска очень приятная в составе есть матча зеленый чай это мощнейший антиоксидант как вы знаете я очень люблю мачо я люблю ее и в напитках я люблю ее в составе косметики мне кажется действительно очень интересный очень эффективный компонент что касается со самой маски маска имеет очень интересную такую вот зеленую текстуру она очень кремовая она безумно эластичная податливая то есть ты и достаешь когда шпателем она просто скользит по твоей руке по лицу и действительно очень экономично расходуется несмотря на то что здесь 110 грамм у меня довольно много еще и осталось хотя я активно ее использую держать ее нужно до 20 минут могу сказать что эффекта супер чистых пор я не вижу то есть она очищает поры но если сравнить например вот с этой они примерно одинаковые хотя это заявлено все таки как очищающие в том числе но если у вас есть действительно проблема с черными точками то это не до маска которая даст вам какой-то вау результат но она тем не менее их почистит я могу отметить однозначно очень классный детокс эффект после этого продукта как это выражается у вас появляются розовые щечки у вас появляется просто красивый какой-то не знаю румянец свечение кожи и вы просто выглядите очень отдохнувшим то есть если вам нужно взбодриться если вы вдруг не знаю после самолета если у вас был тяжелый день если вам нужно на наоборот утром встав как-то быстро привести свою кожу в порядок то вот такие детокс маски они очень круто работают у меня как-то была любимица от кодоли маска я давно давно ее еще использовала могу сказать что вот это мне напомнило и даже по запаху чем-то кодоли но это не сильно засыхает то есть она не быстро высыхает на коже вам не нужно с чем-то ее смачивать сверху то есть в течение 15 например минут вы себя очень комфортно ощущаете с ней плюс у нее довольно экономичный расход мне кажется и довольно долго хватит в общем маска классная она мне понравилась но глобального очищения пор от нее ждать не стоит поэтому четыре с плюсом я и ставлю просто потому что немножко не соответствует то что заявлено это что по факту случилось на коже этой же категории я хотела бы отнести вот эту маску от компании манюфэктори у меня я сейчас в открытом формате нет я покажу вам ее так потому что я ее конечно тестировал много раз в пробниках и вы знаете именно после пробников я в нее влюбилась потому что она действительно дает эффект вау и дает эффект сразу я обязательно ее заберу себе после того когда вот этот вот поднос закончится потому что она очень крутая называется она green tea ice cream pack выглядит вот так и здесь тоже маска с зеленым чаем в составе в составе 47 процентов зеленого чая вы знаете интересная история что маску советуют наносить на 20-30 минут производитель и одновременно с этим они заявляют что вы можете использовать данный продукт как пятиминутку то есть маска а или даже трех минутка они говорят если у вас кожа очень чувствительная как моя то пять минут вам просто вполне достаточно с этим продуктом потому что она делает все что должна в течение этих пяти минут если ваша кожа жирная если ваша кожа плотная то вы можете держать ее до 30 минут на коже потому что а в принципе эффект как я понимаю будет еще более ярко выражен что она делает первое что она делает это она это успокаивает она действительно снимает некие покраснение около ваших прыщиков она успокаивает какую-то раздраженную кожу она ее охлаждает это очень очень круто когда ты просыпаешься утром за окном у тебя плюс 35 и тебе хочется просто выглядеть какой-то не знаю свежий и так далее и вот ты нанесла эту прекрасную маску и у тебя уже просто холодок какой-то случился на коже безумно приятное ощущение особенно в летний период мне кажется что она такая знаете прям супер летним помимо того что она успокаивает и охлаждает естественно она чистит пор это она действительно с этим справляется она справляется с этим хорошо я бы ее по эффекту очищения пор наверное приравняла бы вот к этой чуть получше она чем лежа хэм и все-таки очищает но опять-таки если сравнивать например с теми которые пойдут дальше это все-таки не первое назначение у этой маски она подсуживает поры эффективно да и она действительно за счет видимо от этого холодящего немножко эффекта подсуживание пор очень активное происходит и мне кажется это очень понравится например комбинированной коже особенность у вас активная т-зона мне кажется вы прям полюбите эту маску потому что выделение себума сокращается в течение дня я это тоже отметила в составе здесь есть еще и витамин с в какой форме я уже не помню в какой форме но в какой-то форме здесь витамин c содержится я напишу внизу наверное под видео и очень приятно что есть много увлажняющих компонентов то есть в комплексе этот продукт знаете очень сбалансированный то есть дает вам и очищение и успокаивающий результат и цвет лица улучшает что для меня просто вот самая мне кажется ярко выраженное действие от этой маски ну в общем очень очень классная я маню factory не устаю хвалить и вот эта маска это один из тех продуктов которые однозначно рекомендую пробовать вообще всем ну и последняя категория это собственно говоря маски которые очень хорошо чистят поры которые просто на ура вытаскивают черные точки они разные по своим свойствам по составу давайте я начну с маски от компании манюфэктори это deep clean detox mask она выглядит вот так кстати туба у зеленой выглядит абсолютно также просто здесь будет у вас зеленая полоска что я хочу сказать по поводу этого продукта она удивительная в первую очередь она удивила меня тем что ее можно держать на лице 30 минут и она не высыхает то есть она абсолютно не засыхает на вашей коже вы чувствуете себя очень комфортно с ней конечно же глина имеет свойство знаете под застывать что ли на коже но при этом за счет того что в составе есть много всяких увлажняющих ингредиентов вы чувствуете что у вас кожа как будто бы становится мягче это удивительно на самом деле потому что с глиняными масками такой очень редко случается и вот с ней у меня случилось такое когда вы смываете и и у вас есть ощущение что вы перемешали глину с кремом и вот чем-то таким умываетесь в составе есть масла и кстати очень много в составе есть глицерин составе естественно есть калин то есть это какая-то такая знаете какой-то замес из-за увлажняющих и очищающих ингредиентов по факту продукт дает вам очень качественное очищение опор у меня есть большое количество девушек которые влюбились в эту маску действительно ее в последнее время очень активно используют я сама такая хочу сказать потому что у меня уже вот я наверное не знаю раза четыре уже использовал хотя она у меня совсем совсем недавно я тоже ее взяла после пробников потому что мне очень она понравилась кстати если вы пробуете ее именно в пакетиках в пробниках а есть вероятность что вам она абсолютно не покажется какой-то особенный потому что там ее очень мало наносить ее нужно довольно щедро для того чтобы получить этот эффект и используйте ее именно вот такое длительное время то есть За 5 минут она тоже вам почистит поры, но такого вау-эффекта вы не увидите. Вот если вы ее поддержите 20-30 минут, вот тогда у вас будет счастье и радость. 6 месяцев срок годности после открытия не забывайте. Ну и, конечно же, моя любимая маска, которая сейчас просто подходит к концу. Я буду очень сильно страдать. Обязательно возьму вторую. Это вулканическая маска от I'm From. Я ее уже показывала много раз и говорила о том, что я очень сильно люблю эту маску. Она имеет очень интересную вот такую консистенцию, кремовую, которая слегка отделяется от боков баночки. То есть она, не знаю, выглядит как мусс, какой-то просроченный мусс глиняный, не знаю. Очень странно она выглядит, но тем не менее она действительно обалденно чистит поры. Это маска с эффектом вау. Если мне нужно брать маску со своей полки какую-то со 100% эффектом, я возьму эту. Хотя, опять-таки, вот эта маска также прекрасно просто на 5 из 5 очищает все. Но все-таки здесь есть небольшой минус. 30 минут, к сожалению, у меня не всегда есть. Поэтому, если мне нужно побыстрее почистить, что хотелось бы почистить, я беру вот эту и знаю, что буду довольна на 100%. Вот такие вот дела, друзья. Очень много очищающих масок. Но, к слову, давайте я подведу итог. Скажу, что маски нужно использовать не чаще 2-3 раза в неделю. Не злоупотребляйте очищающими масками. Не нужно каждый день пробовать разную, наносить разную, очищать свои поры. До того, пока они не начнут еще больше продуцировать себумы. То есть вы знаете, что этот круговорот просто бесконечный. Я понимаю, что сейчас лето, очень хочется какой-то чистоты на лице. Но, поверьте, чем меньше вы будете использовать очищающие маски, я имею в виду частотность, тем вы заставите свои поры менее активно выделять себум. Поверьте, это работает. И я, собственно говоря, пример. Поэтому сейчас, раньше я тоже могла через день их использовать. Сейчас максимум 2 раза в неделю. Мне этого достаточно. Я могу взять 1 раз какую-то детокс-маску, а второй день в неделю взять уже что-то посерьезнее для того, чтобы добиться действительно чистоты пор. Ну и, естественно, продукты, которые вы наносите после, уходовые, они должны быть максимально чисты по составу и они должны быть максимально подходящие вам. Для того, чтобы этот эффект все-таки вы смогли поддерживать, да, правильными продуктами уходовыми. Вот и, собственно говоря, все секреты. Расскажите про свои какие-то классные очищающие маски. Мне будет очень интересно послушать. Вдруг есть какие-то прям супер-вау-крутые маски, а я о них не знаю. Мне будет очень радостно, если вы расскажете. Делитесь своими мнениями в комментариях. Если видео вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе новинок. Увидимся с вами в новой части видео. До скорых встреч. Пока-пока.